События. Автоматически создаваемые события у УРМ-сущности. Мы рассматривали эту тему уже в курсе ведения в DC. Напомню, что существует 9 событий. Есть события перед выполнением операции. Можно изменить входящие данные или сгенерировать ошибку. Есть события во время выполнения операции. Уже нельзя изменить входящие данные, но можно сгенерировать ошибку. Выполняется до фактического выполнения скейт-запроса. И события выполняемые после операции. Здесь мы просто можем узнать о выполнении операции. Внести какие-либо изменения или отменить операцию уже не можем. Так у нас получается три типа события на операцию. А операцию у нас всего тоже три. Добавление, обновление и удаление. На слайде они обозначены action. Так и получается 9 событий. Рассмотрим, как разработчик сайта сможет использовать события нашей уровнем сущности нашего модуля при разработке сайта. Он может зарегистрировать обработчик событий в init.php. У нас есть возможность зарегистрировать в данном файле обработчик события, используя метод addEventHander нового ядра. Это вариант по-новому. В addEventHander передаем имя модуля, к которому относятся события, самого события и массив, в котором указаны классы обработчика события и имя метода обработчика. В обработчик события будет передан объект класса bitrixMainEntityEvent. Давайте зарегистрируем события, вызываемые перед добавлением элемента. В обработчике события просто выведем полученные в обработчик параметры с помощью метода getParameter. Также есть возможность зарегистрировать обработчик по-старому. Для этого используем метод addEventHanderCompatible нового ядра. Набор параметров тут аналогичен addEventHander. Это необходимо, если мы хотим использовать обработчик, написанный по-старому, то есть принимающий массив параметров на вход обработчика, а не объект. Мы реализовали компонент, в котором происходит добавление элемента. Откроем страницу, на которой мы разместили компонент, смотрим результат. У нас вывелся массив данных, а далее мы видим результат работы нашего компонента. Событие отлично работает. Если нам потребовалось бы, то мы могли бы изменить входящие параметры или проверить их, отменить добавление и т.д. Если же нам нужно использовать в одном модуле события другого модуля, то мы это можем также сделать. Мы сделали еще один модуль. Назвали его academy.event. Зарегистрируем еще один обработчик на события добавления книги. Регистрация обработчика события при установке модуля делается с помощью метода registerEventHander, а снимается регистрация методом registerEventHander. Все эти методы нового ядра. В эти методы передается ID модуля, к которому относятся события, ID события обработчик, которого мы будем регистрировать, ID модуля, к которому относятся регистрируемый обработчик. А в два последних параметра передается класс, где лежит обработчик, и само имя функции, который является обработчиком события. Само событие мы описали в данном файле. аналогично он работает к предыдущему примеру. Устанавливаем наш модуль. Открываем опять страницу, где у нас происходит добавление книги. У нас вывелся массив данных. Первый массив это вывод из обработчика события, которое зарегистрировано было в модуле academy.event. Второй массив это вывод из обработчика события в init.php. А после мы только видим результат работы нашего компонента. Событие отлично работает. Ну а теперь самое время рассказать, как мы можем добавить обработчик событий прямо в описание уровень сущности. Кому-то такое решение может показаться странным. А зачем нужны такие события? Дело в том, что стандартные методы формируются автоматически при описании уровень сущностей и вы не имеете доступа к ним. Но зачастую нужно изменить их поведение. Вам может быть нужно изменить какие-то данные перед сохранением, обновлением, организовать проверку прав доступа, разные виды журналирования и т.д. и т.п. Все то, что не ложится на стандартный функционал, можно решить с помощью обработчиков событий, описанных сразу в описании уровень сущности. Для того, чтобы зарегистрировать обработчик, нам достаточно внутри класса, в котором описана уровень сущность, создать метод обработчик события с именем события. Рассмотрим пример, где мы хотим запретить изменять у книги СБН. Для этого используем обработчик события OnBefoUpdate. Аналогично называем наш метод. В него передаем объект события. Внутри метода мы получаем объект результата событий класса EventResult. И с помощью метода GetParameter получаем поля, изменяемые при обновлении. Проверяем, не содержится ли в изменяемых параметрах АСБН. Если содержится, то мы от нашего объекта результата вызываем метод AddError. Параметр, в который передаем экземпляр объекта FieldError. В конструктор FieldError мы передаем поле, в котором произошла ошибка. Используем такую конструкцию. А вторым параметром передаем собственно текст ошибки. И возвращаем объект результата. Все, обработчик события мы описали. Какой-либо дополнительной регистрации обработчика не требуется. Он автоматически подключается. Теперь посмотрим, как работает обработчик. Мы подготовили специальный компонент, в котором рассмотрим два варианта. Сначала обновим элементы названия. А потом то же самое сделаем, но обновим АСБН. По идее, второй вариант должен вызвать ошибку. Как видим, обновление у нас произошло успешно. Это мы обновили название. Теперь изменим АСБН. Откроем страницу с компонентом и видим, что произошла ошибка. И у нас вывелся текст ошибки. Наше событие отлично работает.